Всем привет, с вами Алиска Номередлаб. Сегодня говорим о вулканах и землетрясениях. Начинаем озор Солнца. Включаем, как всегда, наш кинотеатр и смотрим, что же оно сделало за последние сутки. Мы видим, были выбросы практически по всему. И здесь в районе 3-5 часов, и 1-3 часа были, и сюда на юг шло. Но самая основная, конечно, это вот эта вот вспышка уровня Х, которую мы вот видим вот здесь. То есть она по размерам получается где-то, ну давайте скромно возьмем, от 7 до 10 часов. И вот дроллеры юмор-шутки пишут, вроде пятна не направлены на землю, выше находятся, может они зацепят. Мы видим, что закрывает сектор целый. Вот мы сейчас видим эту группу пятен 93 и 94. Это раньше была 75, то есть они сделали полный оборот вокруг Солнца. И мы видим, что они зацепляют сектор от 10 часов до 7 часов. Понимаете? То есть они полностью экватор и тропики. Полностью вот это все. Соответственно, если они лежат как бы между тропиками, точнее на тропиках Солнца, то они по-любому заденут нашу Землю. Вопрос только в том, как, да, вот именно славянский шкаф пишет про верный поток природы распространения. Здесь просто чем дальше от центра, тем ниже плотность и тем меньше скорость. И поэтому последствия будут, естественно, меньше. Но они все равно будут, понимаете? Вот. И одни из последствий, вот здесь пишет посланница небес, мне кажется, из-за активного Солнца обостряются психические болезни. Абсолютно верно. Более того, вот эта вспышка X, которая была, вы знаете, что я интересуюсь спортивными всякими делами. И слежу за спортсменами. Так вот, в субботу, как минимум я знаю двух человек, у которых были проблемы именно с регистрацией пульса приборов. Понимаешь, ну, понимаете, они вешают пульсометр себе на грудь такой, да, датчик. В общем-то, он как АКГ себя ведет. И вот у них были проблемы. Они думали, что это проблема с организмом. На самом деле, надо следить тоже за тем, что происходит вокруг. И вот Оксана Дикая пишет, ты сам знаешь, что волна образуется только тогда, когда соприкасается магма с водой. Вот так и поле реальности формируется. Происходит обмен информацией, восприятие с внешней средой. Абсолютно верно. И эти процессы, и то, как мы реагируем, как мы взаимодействуем с окружающей средой, они в итоге оказывают свое влияние. И вот Сергей пишет из Смоленска, что надо ценить каждый день. Выживут сильнее телом и духом, закаляйте себя, как Алекс, развивайтесь телесно и духовно. Абсолютно согласен с этим тоже. Потому что вчера я бегал в горах, и там один дед такой, я за ним уже давно наблюдаю, он, понимаете, такой из поколений хиппи, таких классических хиппи. То есть ему на вид, ну, за 70 уже далеко. То есть, хотя я подозреваю, как-то видел регистрацию на соревнованиях, там был один дедушка, 81 год. Вот я подозреваю, что это он. И он меня обгоняет. Понимаете, он меня обгоняет, у него хватает выносливости больше, чем у меня на высоте. Вот 81 год. Это удивительные вещи, которые происходят и к чему надо стремиться. Светлана Атанова пишет, что на снимке солнце похоже на уставшего старика. Можно увидеть глаза, рот и нос. Ну, давайте сейчас мы рассмотрим, как выглядит наше солнце. Интересно. Ну, вот пятна сначала, да, вот эти вот мы видели только два пятна в субботу, вот этих два здоровых. Но мы уже тогда говорили, что будут проблемы. Проблемы за собой не так долго. Да, и за счет чего? За счет разных видов излучения еще хотел сказать. Есть сектор, который непосредственно это выделение просто плазмы идет. А есть еще излучение, которое, в общем-то, выделяется по всей системе солнечной. Вот и гораздо сложнее ситуация происходит. Так, вот эти два основных активных зоны. Хотя вот здесь вот можно 92. Вот она тоже стреляла. Вы видели, сюда был выброс направлен. Но вот еще 91 и 90. Ну, они вроде бы как слабенькие и не должны оказывать особое влияние на нас. Мы надеемся на это. Ну, давайте посмотрим, на кого похоже. Да, на дыры когда. Да, вот видно, что сейчас происходят вспышки. Даже фотографию сделано, которая последняя, да. Видно, что здесь новая вспышка. То есть, они просто не опускаются. Это как вот солнце уже в таком состоянии. И вот что еще интересного, что люди взяли и не поленились и посмотрели, соответственно, мои записи на канале, которые были год назад. И очень было удивительно сравнить, что тогда было обычное солнце с небольшой короной, это пишет Сергей Аминовшиков. А сегодня оно больше похоже на подсолнух. При нынешней активности, при смене наклона оси Земли, Явангу, очень интересные события. Хотя это не точно. Но он имеет в виду, что солнце будет больше над горизонтом времени сейчас в северном полушарии. Поэтому все события, которые происходят на солнце, они будут происходить более ощутимо, более долгое в северной полушарии. И Матвей Кузнецов пишет, будет очень много интересного. Нашу Землю ждут большие изменения. Да, это, скорее всего, именно так и будет. И вот Раздан тоже пишет, что что-то к нам крадется. Да, уже вовсю даже не крадется, а уже бежит вовсю. Так, ну давайте теперь посмотрим, на какого старика у нас похоже солнце. Ну вот здесь, да, южная дыра. Дыра, получается, здесь вот глаз один, и здесь вот второй глаз. О чем я говорил? Очень опасная ситуация, когда вот здесь дыра видно, и здесь суперактивные зоны. И вот отсюда может вылететь еще прям, ну практически часть плазмы, вот такую часть, кусок солнца практически может вылезти, вылезти вот из этого места. Такое мы наблюдали не один раз. Ну и вот эта вся зона, она, конечно, активна даже там, что мы видим на будущее, будет интересно. И вот эта зона прорастает. То есть эта зона, судя по всему, через три недели, она окажется вот здесь, и мне кажется, она сейчас в фазе роста находится. Поэтому будет много чего интересного. Так, ну давайте теперь посмотрим, какие у нас фактические значения. они, если честно, ужасны. Потому что вот мы видим вспышку X, и мы видим, после этого еще у нас три M-ки произошло, причем последняя произошла совсем недавно, M1,3, буквально пару часов назад. Мы видим, что зона, которая генерирует, это 29,92, которая уже от нас отворачивается, но основные 93,94. Обратите внимание на вероятности вспышек. Мы, по-моему, такого не видели, когда C-класс практически 99%, M-класс 75%, мы видели здесь 100%, а M-класс был, по-моему, что-то 50% или 60%. 75% мы не видели, X-класс, смотрите, 25%. То есть мы в любой момент можем получить вспышку X, и это произойдет, я думаю, в ближайшие дни. Если, конечно, не распадется эта зона каким-то чудом. Так, по факту у нас все в зеленой зоне, все прекрасно, геомагнитная обстановка на планете Земля, прогноз тоже пока что в зеленую зону. Но там дыра повернется, мне кажется, они изменят на желтую. По вулканам у нас 42 вулкана активных, при норме 40. В общем-то, много списали вот здесь вот из Латинской Америки вулканов. Из интересных, которые сейчас происходят, это Шевьелыч продолжает извергаться, самый активный вулкан. Анак Каркатау, я не пойму, почему он до сих пор в оранжевом уровне, он, мне кажется, уже неделю, каждый день извергается там, и довольно-таки существенно. Ну и Ревентадор, вот здесь пишут, из Эквадора тоже большая активность. Но в целом ничего такого сверхъестественного. По землетрясениям, 136 землетрясений, при норме 150, магнитуды 2 и выше, сохраняется ниже нормы. Кстати, вот реки Нес, здесь активность сохраняется. У Азорских островов вот здесь 3,3, но пока там ничего не пишут, то есть какую-то паузу взяло. Две тройки у нас теперь в Марокко, ну недалеко от Гибралтара. Так, вот здесь во Франции у нас двоечка, на юге Греции у нас 4,2 на глубине 10 километров, это населенный пункт Патры. У Крита 4,0 на глубине 2 километра, двоечки у юго-запада Турции, на востоке Турции, у Персидского залива в Иране 3,5, вот у нас 4,4 в Восточном Иране на глубине 10 километров и в Северном, а это Туркминстан, даже 4,0 на глубине 2 километра. То есть у Туркминстана просыпается активность, смотрите, юго-восточная Азия вдруг решила здесь выдать 4,8 на глубине 10 километров. Вот этого вулкана точно не было, вообще не помню, за последний год землетрясения в Вьетнаме. Здесь вулкан Торо-Энгпронг, Торо-Энгпронг, сложное название. В Лаосе тоже 4,1 на глубине 4 километра. На севере Индии у нас 3,4 10 километров. И смотрим Южная Сибирь. Здесь Тыва у нас 3,2 на глубине 10 километров. У Лан-Батора 3,7. То есть активность высокая в регионе. Алиута, Камчатка, Курилы, Север Японии все молчит. Так, у нас 4,5 55 километров. Глубина 3,9 там и 4,4 30 километров. Это недалеко от Фукусима. Все в том же самом месте. 4,5 на глубине 10 километров на юг от Японии. И 4,8 на глубине 6,42 километра. Кстати, Алексей Покровский здесь пишет, что последняя серия землетрясений в нашем регионе, тут у Байкала была не сильно заметна в населенных пунктах, находящихся на небольшом удалении от эпицентров. Можно предположить, что направление толчков немного изменилось. Например, Хубсугул в Иркутске почти не ощущалось, а западные населенные пункты потрясло нормально. Получается, что волны меняют свою направленность и создают последующие движения энергии в том или ином направлении для продвижения. Вы знаете, сегодня вышла статья, мне кажется, ссылка появилась на блок Академгородка в Новосибирске, если вы знаете, там есть Академгородок чуть южнее Новосибирска, и там описывалось то, что, в общем-то, землетрясения это взрывы, причем там со стороны газов, хотя я думаю, что это могут быть не только газы. И вот направления, соответственно, взрывных волн, они очень сильно зависят от структур, от разломов, которые возникают на глубине, от структур коры, и мы можем наблюдать, что, допустим, даже по разрушениям, да, землетрясения, допустим, ближе к эпицентру, там все стоит нормально, а где-то в 50 километрах от эпицентра там все разрушено, вообще в хлам. Ну, конечно, там нормы строительства могут играть, но вот надо задуматься и о том, что, какие структуры. Так, продолжаем. Япония 4,6, 6,42, это Наха, у нас Тайвань молчит, северные Филиппины, здесь три тройки, даже на запад от Филиппин продолжается. И вот у нас крупное землетрясение, здесь Малукско море на глубине 11 километров, и здесь вулкан Таракан. Ну, Таракан себе дает, знаете, так, Южная Филиппина, здесь 4 тройки, а вот опять ближе к Малукскому морю, здесь 4,5, 84 километра, 4,8, 49 километров. Да, и вот на восток от Таракана здесь у нас 4,5 на глубине 12 километров, и 4,5 на глубине 12 километров, то есть два примерно одинаковых. Так, давайте теперь сначала Суматру посмотрим, здесь на запад от Суматры, у Ниаса 4,2, 33 километра, в Индонезии у нас две тройки, две двойки, ну, Суматра, на Суматре. Так, у Сумбы здесь это 3,7, 4,3, 35 километров, 3,7 южнее, у острова Флорес две тройки, в море Флорес две тройки, двоечка, и 4,5 на глубине аж 545 километров. Вот, и видно, что здесь глубина. Вот где глубина, прям, понимаете, вот тоже интересно. Интересный аспект, что глубокие землетрясения залегают там, где реальные котловины в океане. 4,4 на глубине 10 километров Сулавеси, 4,8 чуть восточнее, еще 3,7 и двоечка там. Так, давайте у Папу посмотрим, здесь троечка на западе, а вот на север от Папу здесь 4,6, здесь 3,5, так, 4,6, 37 километров глубина, то есть целая серия такая. Так, давай теперь посмотрим чуть ежнее. Ну, в Австралии ничего нет, вот у нас на Внуату здесь продолжается 4,6 на глубине 200 километров. 4,5 у нас остров Кормандек, глубина 403 километра, две тройки у Северного острова, две тройки у Южного острова Новой Зеландии. В Антарктиде ничего нет, в Африке тоже тихо. Смотрим в Северную Америку, в Аляске у нас 3,0 на глубине 13 километров, двоечки на Гавайях, здесь двойка у нас где? В Монтане, далеко от Йоллстона на север. Калифорния 3,0 на глубине 2 километра, здесь Клир Лейк, вулкан, Нижняя Калифорния 3,2 20 километров. Так, давайте посмотрим Мексику. В Мексике у нас 4,0 на глубине 9 километров, здесь на запад Атаку-Пульке. В Заливе у нас очень бодрая активность, здесь 4,2 3 километра, 4,0 16 и 4,0 10 километров. И вот здесь на побережье целая серия 4,5, здесь тройки, 4,5 на глубине 35 километров. Так, в Никарагуа у нас три тройки, на запад здесь тройка и две двоечки. У Коста-Рики у нас 4,0 6 километров, это Бару на границе с Панамой, 4,0 в Панаме и 4,2 на глубине 10 километров. Так, на запад от Гаиды две тройки и на восток от Пуэрто-Рико тоже две тройки. В Перу у нас три тройки вот так вот по центру располагаются, на юге на границе с Чили 3,5, Боливия. Ну, здесь у нас традиционные происходят тройки в большом количестве на границе Чили и Боливии. Интересно, что затихла Аргентина и затихли центральные Чили. Смотрите, всего четыре, опять, всего пять двоечек. очень тихо. А в океане вот здесь 4,5 на глубине 10 километров. Здесь видно, что здесь тоже какие-то подводные вулканы. Хорошо на карте. И сэндвичевые острова мы видим 4,9 на глубине 67 километров. Здесь вулкан Бристоль. Ну что, хочется подвести итоги. Сейсмическая активность немножко, мне кажется, снижена. Ну, есть пятерки. Вот здесь активно в районе Восточной Индонезии. У нас сохраняется активность Южной Сибири. Вот здесь пошел рост Иран. И Восточная Средиземная моря также приковывает к себе взгляд. А также смотрим, почему молчат вот здесь Чили, Аргентина и к чему затихли вот эти регионы. Ну, а с вами был Алекс, Канабер, Лапша. Отличного прожения.